1 сентября 2021 года войдет в историю металлургического завода Балакова и Балаковского политехнического техникума. В этот день к изучению новой профессии впервые приступили будущие металлурги, специалисты среднего звена, которые так нужны заводу. Впервые у нас в стенах техникума открыто направление подготовки, обработка металлов под давлением. Мы шли к этому процессу целенаправленно. Был заказ от наших социальных партнеров металлургического завода Балакова для подготовки именно для них специалистов среднего звена. Руководитель техникума говорит, группу будущих металлургов набрали быстро. В этом хорошо сработали мероприятия по профориентации. На день открытых дверей приходили сотрудники металлургического завода и рассказывали о развитии предприятия, о перспективах и востребованных в наше время профессиях. К тому же многие студенты пошли по стопам родителей, которые сейчас трудятся на производстве. Вполне возможно, что благодаря взаимодействию техникума и предприятия в нашем городе возникнут целые династии металлургов. На заводе проходит расширенная программа реконструкции и развития. Все прекрасно знают, что строится новый цех рельсобалочный, в котором будет производиться новая продукция не только для Балакова, но и для России. Это новые балки, сортаменты, это новый рельс 150-метровый. В этом цеху будут работать выпускники, как мы планируем. В первый день учебного года студенты познакомились со своими шефами из завода. В течение всего обучения им предстоит постоянно взаимодействовать друг с другом. Мы планируем ребят привлекать в завод, на завод, проводить практику технологическую, различные направления, знакомить их с тем производством, которое есть, обучать их всем навыкам, всем знаниям, которые есть, и передавать свой опыт для того, чтобы после выпуска они пришли квалифицированными специалистами и принимали участие в реализации наших амбициозных планов по развитию завода. Новая специальность требует и современного оснащения учебных кабинетов. Здесь тоже на помощь техникуму пришли металлурги. Ведь молодые специалисты, которые придут на завод, будут трудиться на новом оборудовании. И принципы его работы необходимо изучить уже в техникуме. Металлургический завод откликнулся на нашу просьбу и также предоставил нам оборудование, которое будет установлено в стенах Балаковского технического техникума. Мы в дальнейшем намерены не останавливаться на достигнутом, расширять перечень направлений по данной подготовке и увеличить количество групп, а значит и количество специалистов для металлургического завода. Учиться в этот техникум планируют прийти и воспитанники Центра психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей, как сейчас называется бывший детский дом. Ребята знают, что без металла обойтись в современном мире нельзя. Он необходим в строительстве, спорте, медицине, да и просто в быту. Вот в этом стуле это что? Железо, совершенно верно. Металл, да? Металл. А скажите, где получают металл? Для ребят из детского дома металлурги – хорошие друзья, которые приходят в Центр не только по праздникам, но 1 сентября день особенный. На этот раз шефы принесли сертификат на сплит-систему, чтобы в актовом зале было комфортно во время проводимых мероприятий. Все здесь вроде скакали, прыгали и так далее. Что-то здесь не хватает, немножко воздуха посвежее. Хочется, чтобы уже в этом, в сентябре, здесь поставили такую систему, называют по-умному сплит, кондиционирование, чтобы здесь всем было комфортно, чтобы вы еще больше могли принять гостей. Металлурги тоже пригласили воспитанников Центра к себе в гости на завод, на экскурсию по производственным цехам. Всем ребятам шефы пожелали отличной учебы, чтобы каждый из них получил образование и нашел свое призвание, может быть и в металлургической отрасли.